Денис, приветствую тебя! Привет! Очередной день, начало совместное с тобой недели, хотя ты уже с понедельника вовсю пашешь на финансовых рынках. Ну а как же? Ну понимаю, да, трудовые будни трейдеров, они такие. Сегодня у нас с тобой очередной акцент на то, что нам кажется интересным с тобой с точки зрения фундамента, с точки зрения техники. Начнем давай с меня, я прям сразу демонстрацию. Давай. Секундочку. Так, ну должно уже было пойти. Да, отлично видно. Супер. Давай начнем тогда с рынка нефти. Мы много раз его с тобой затрагивали, особенно с учетом опять же тех движений, которые на этом рынке развивались в последнее время и очень неплохо удавалось нам с тобой отрабатываться. Мой основной акцент, который раньше я делал, предполагал снижение этого актива. Кстати говоря, идеи действительно хорошо себя отработали по бренду. Мы очень неплохо свалились и в принципе сейчас уже третий день подряд начинаем развивать, продолжаем развивать мощное нисходящее движение. Я допускаю, что это реальная уже вторая волна распродаж, которая может привести к обновлению вот этих вот минимумов. Для тех, кто держит короткие позиции до сих пор, в принципе они остаются в приоритете. Для тех, кто только лишь присматривается к рынку, опоздали. Опять же, профукали возможности. Ну, расстраиваться не стоит. Могу предложить отложку селл-стоп с уровня 21.90, то есть фактически с учетом текущего снижения, которое мы видим на часовке, уже совсем скоро мы до тут доберемся. Стоп-лосс можно закинуть на уровень 22.89. Фундамент не меняется. Я думаю, что, Денис, ты со мной согласишься. В принципе, все эти проблемы, которые раньше заставляли трейдеров паниковать, они те же самые и остались. Сейчас еще, помимо вот расхождения баланса спроса и предложения, еще вот активно прям муссолят тему, обсасывают касательно полного заполнения хранилищ и отсутствия возможности где-то еще дополнительно складировать нефтянку. Мне понравился прогноз Goldman Sachs. Он, в принципе, полностью выкладывается в то мнение, которое было у меня, то, что в перспективе 3-4 недель хранилища достигнут своей максимальной емкости и будут заполнены до краю. То есть, друзья, те, кто сейчас присматривается к нефти, считайте, что у вас в ближайший месяц эта возможность еще поработать с короткими позициями и, собственно, ждать бренд даже на минимальных уровнях обновлений, даже минимум, которые мы видели вот здесь. Одну секундочку, это как раз было 21 апреля и лоу составило 17.46. Также, Денис, как ты помнишь, были идеи по распродажам рисковых инструментов евро и доллара. Я от этих идей в целом пока что отказался, то есть закрывался буквально только что. Поэтому те, кто ориентировался на продажи, в принципе, друзья. Я думаю, что рынок, очевидно, появился не так, как хотелось продавцам, но в частности мне, потому что я делал акцент на фундаментальный фон, он себя не отработал, ну, в том формате, в котором должен был отработать. Сейчас, как все прекрасно понимают, на рынке позитив в связи с тем, что начинают постепенно ослаблять карантинные меры. Это привело к локальным распродажам доллара, и, собственно, риск пока что растет. Я думаю, что ближе, вот следующая наша с тобой встреча будет уже в четверг, то есть фактически перед заседанием Европейского центрального банка, и в связи с насыщенным фундаментом тогда к евро, скорее всего, с моей точки зрения, с точки зрения фундамента, попрошу тебя даже вернуться. Ну, это ближе к делу решим. Что касается фунта, сейчас котировки 1,2466, то есть когда я рекомендовал в прошлый раз сделку по продаже, котировки были там на уровне 1,23, примерно 30. Ну, то есть здесь тоже нужно признать, что фунт улетел высоко, опять же, на локальной слабости доллара, и фунт почему-то напрочь проигнорировал весь тот фундамент, который сложился. Это слабые данные по производственной активности, сфере услуг, негатив по поводу Брекзита, уровень доверия потребителей там минимум за последние 10 лет. В общем, тотальный негатив у фунта растет. Я все-таки еще буду стараться выдавить немножко потенциала для отработки коротких позиций, но это уже будет с уровня 1,23,90. Если вот к четвергу мы к этому, к этой отметке подойдем, то, соответственно, буду давать уже рекомендации ближе к этому значению. Ну, пока что из позиций лучше выйти, потому что риск ведет себя неоправданно бодро, но надеюсь, что это продлится недолго. Денис, на этой ноте передаю тебе тогда слово, останавливаю демонстрацию. Да, хорошо, сейчас включаю. Так, отлично, демонстрация началась. Хорошо, раз затронул тему евро и фунта, тогда выскажу свое мнение. Значит, по евро. Мы с тобой на прошлой неделе как раз в четверг сошлись во мнении о падении, и по сути-то были правды. Ну, правды наполовину, я бы сказал. Почему? Потому что падение состоялось, и изначально у меня была зонка, она началась вот ровно на уровне 1.08.41. Я обычно округляю до круглых чисел, поэтому 1.08.40 отсюда как раз продавал. То есть прогулялся вниз, но единственное, только я рассчитывал на более глубокое снижение, поэтому, к большому сожалению, признаю, но меня выпило по безубытку. Там плюс один пункт всего лишь. Вот, когда вчера, собственно, в понедельник, вот эта вот свечка уже вверх, здесь вот безубыток и слетел. И тогда я начал немножко по-другому на него смотреть практически, что у нас есть. То есть, если смотреть с точки зрения сопротивления по евро, то у нас, вот, обратить внимание пристально нужно, раз профиль ключевой недельный, два профиля ключевой недельный, и вот три. Значит, самым важным значимым критерием для изменения тенденции является перекрытие полностью данных всех профилей и закрепление тела четырехчасовой свечи в районе уровня 1.09. То есть, закрепление в районе 1.09 дает нам уже очень четкое подтверждение смены приоритета. Также есть еще вот рисковая зона для покупок, вот ее тоже для своих подписчиков указывал. Но, признаюсь, сам от нее не входил, потому что ситуация абсолютно 50 на 50. У меня не было уверенности, кто-то отскочит или нет. Я здесь ждал нормальный, повышенный, хороший объем. Но, честно, появился просто пшик. Я думаю, что евро на этой неделе я вообще, скорее всего, торговать не буду. Почему? Потому что, сам знаешь, и в среду у нас ставка по ПРС, и в четверг у нас ставка ЕЦБ, поэтому, следовательно, могут... Я твой евро шатал. Поэтому, чтобы лишний раз просто не нарваться на какие-то сюрпризы, я предпочту на этой неделе просто евро не трогать. Мне кажется, эта позиция наиболее правильная. Либо же, если появятся какие-то подтвержденные факторы, которые мне будут указывать на то, что вот, да, можно действительно войти там с хорошим соотношением, тогда войду. Пока с текущих вот такие вот вещи я обычно не торгую. Это контртрендовые зоны, которые работают 50 на 50 без перекрытия. Было перекрытие вот здесь вверх сделано. Я бы сюда поставил лимит и не парился. Но этого не было. Поэтому я пока жду. Но в целом, да, есть здесь потенциал для роста. Как минимум, к самому ближайшему уровню это 1.10. Это самые-самые ближайшие. Более стратегически уже 1.11.5. Что касается фунта, аналогичная ситуация на самом деле была. То есть зонка, она была чуть-чуть ниже еще построена в четверке. Я его показывал как раз техническую. 1.24.12, по-моему, или 13, она начиналась. То есть ее идеально вот здесь вот укололи. Так вот маленький поцелуйчик тенью сделали. И отскочили вниз. То есть здесь я как раз своим ребятам тоже дал сигнал на перевод в безубыток. Перевели в безубыток, так как рассчитывал на движение вниз в район приблизительно 1.21.90-1.22 в эту степь контрольной маржинальной зоне. Но, увы, туда цена не пошла. Поэтому снова-таки и здесь тоже был безубыток. Поэтому у меня как-то это неделька с двух безубытков началась. Ну, надеюсь, дальше будет лучше. Значит, вчера на вебинаре, когда проводил по анализу рынка, выставил вот такую схему. То есть, да, действительно, вверху здесь есть сопротивление, но было и есть, и остается актуальным. Но если посмотреть внимательно, вот раз объем ключевой вертикальный, то есть опорный объем, вот второй опорный объем, они все остались у нас внизу. То есть фактически показывает, что сильные опорники сделаны для поддержки. Это первый фактор. И второй фактор, обратим внимание, вот на красные горизонтальные профили, они у нас наиболее сильные, именно скапливаются внизу. То есть это профильный классический поддерживающий объем, который, вот можно даже его посмотреть, тут более 2000 контрактов в среднем он состоит. И, следовательно, это будет очень сильная поддержка. То есть вышли с накопления вверх, сделали первую фазу после выхода и домой. Это вообще очень крутая схема, потому что если в дальнейшем даже ложняк попытается сделать первые фазы, где-то как раз предлагал продажи, я бы здесь очень-очень осторожен был бы с продажами, потому что очень часто бывает, что последнюю зону цена как раз-таки пробивает, подходит более ключевой и от нее делают отскоки. В итоге те, кто продает здесь, часто нарываются на стопы, а более такие консервативные покупки начинаются вот все-таки от ключевой зоны. Поэтому я бы советовал здесь покупать, но покупать от нижней вот эта зона 1.23.75, 1.23.15. То есть 60-пунктовая зонка, у меня лимит здесь уже стоит, ждет своего часа. Так что, в принципе, я больше за лунки здесь выступаю. Касательно нефти, ну июльский контракт, не знаю, наверное, нет смысла особо смотреть. Я бы сейчас июньский посмотрел, только единственное, ты смотришь бренд, у меня VTI. Это так просто исторически сложилось, я привык его торговать. По VTI, значит, мы пришли к зоне кульминации. То есть то, что я показывал на прошлой недельке, что выброс вверх, этот выброс сделали вверх, и теперь техническая коррекция кульминации. Вот такой, то есть, можно сказать, как по книге, бери и пиши эту схему. То есть вот у нас кульминационная свеча, вот ее тело, соответственно, первая коррекция после нее, и также внутренний сегмент коррекции. Поэтому я выделил аккуратненькую зонку, получился уровень 95-10-25. То есть это область ближайшей сильной поддержки, и ни в коем случае одним лимитом я не рекомендую выходить, нет, конечно же, но в среду, как это уже правильно стало, что будет у нас запасы в кушинге выходить, и, следовательно, могут какой-то интересный сигнал дать. Поэтому я пока нефть не трогаю, но если попытаюсь что-то здесь нарисовать кульминационно, с удовольствием войду. То есть по аналогии, как это было сделано еще 21 апреля. Повторная кульминация в диапазоне предыдущих кульминаций — это один из самых сильных сигналов разворотов. Осталось просто его дождаться. Это то, что касается именно июньского контракта нефтемарки BTI. И я бы хотел от себя такой маленький еще анонсик сделать по золоту. Дело в том, что по золоту у меня была схема, которая вот еще на прошлой неделе, я ее в четверг, в пятницу у себя тоже показывал, посты делал в канале, в Телеграме. И заключается в том, что у нас очень неплохо было сделано на верху накопление раз, в диапазоне уже позапрошлой недели, и, собственно, никакой реакции на дальнейший выброс абсолютно не дали. При этом коснулись маржинальной зоны, при этом коснулись верхних границ рынка, причем сразу нескольких. И реакция вниз. Единственное, только вот здесь возникает вопрос. Или же диапазон 1680-1690 будет разворотка для движения вверх. Это в том случае, если ставку ФРС США понизят, в чем я очень сильно сомневаюсь, скорее всего, без изменения ставят. Либо же все-таки добой вниз на 1650. Поэтому здесь я пока ничего не предпринимаю, я просто держу в безубытке данную позицию, вот уже с уровня 1730, там с копейками. И пока вот продолжаю. Буду частичку фиксировать на 1690. Если дальше цена будет валиться вниз, то остаток зафиксирую на 1650. Поэтому по золоту у меня, в принципе, не менялось в прошлой неделе, то, что публиковал себе на канале, что все-таки движение вниз является приоритетом. Если что-то будет меняться, возможно, там четвергу поменяется. Потому что, опять-таки, среда у нас самый такой ключевой день, когда будет полный расколбас. А может, рынок и вообще не среагирует на эту ставку. Потому что, мне кажется, уже ни для кого это не новость. Может, вообще в среду особого движения и не будет, как все ожидают. Потому что это уже не первый раз такое. Посмотрим. Но пока что золота больше вниз. И все-таки рисковые валюты, как мне кажется, больше склонны на покупки. Потому что уж очень красиво вот они пытаются протолкнуться. Вот такое мое скромное мнение. Денис, большое тогда тебе спасибо за точку зрения. Будем подводить итоги уже практически через два дня. Я думаю, будет интересно. Тем более, что, как уже было отмечено, в четверг заседания Европейского Центрального Банка в принципе день будет насыщенный, важный. И трейдерам скучать точно не придется. Да и среда тоже будет не слабее. Согласен. Хорошего тебе дня и в принципе. Да и тебе. Все. Удачи нам всем. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...